От инсульта страдают только люди деликатного возраста, а недуг можно исцелить медикаментами, а самоболезнь – следствие постоянных стрессов. И таких убеждений много, однако врач-невролог Евгения Преображенская обнадежила. Всё это – миф. Сегодня она принимает пациентов вне стен Ульяновской областной клинической больницы. Профилактическая беседа с горожанами прошла в сквере строителей. Уже традиционно здесь тет-а-тет с природой собираются ульяновцы, чтобы задать волнующие вопросы о здоровье узким специалистам. Болезни системы кровообращения, инсульт в частности, они не зависят в большинстве случаев от того, нервничает человек или не нервничает. Да, конечно, это дополнительный риск, то есть повышенная эмоциональность стресса или тревожность, так же, как, например, перенесённая коронавирусная инфекция. Но основные факторы риска – это повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина, малоподвижный образ жизни. Словом, те факторы, за которыми нужно следить постоянно. Если что-то отклонилось от нормы, следует обратиться к специалисту. В таком контексте пациенты могут вовремя обратить внимание на своё здоровье. Стоит отметить, прогулка с доктором не панацея. Врач не приведёт в парке детальный осмотр, но даст совет, как уберечь себя от постоянных рисков. На что обратить внимание? Подобные встречи – слагаемая проекта «Шаги к здоровью». Для того, чтобы население заботилось о своём здоровье, необходимо с ним разговаривать, необходимо доступным для них языком объяснять, что необходимо делать, объяснять первые симптомы заболевания. Сами заболевания лежат в основе выбора специалиста, который будет просвещать горожан о профилактике предотвращения недуга. В профильном министерстве пояснили, на встречах в первую очередь обсуждают распространённые болезни – сердечно-сосудистые, инфекции нижних дыхательных путей. Шагать к здоровью ульяновцы смогут круглый год. Как отметило руководство проекта, желания ограничиваться тёплым временем года – нет. Расписание прогулок можно уточнить на сайте Центра общественного здоровья Ульяновской области или у своего лечащего врача.